Нужно понимать, что последствия войны для Германии были, мягко говоря, катастрофическими. Объем производства в 1946 году составлял лишь треть от довоенного. Производство стали сократилось в 7 раз, добыча угля – в 2 раза. Сельское хозяйство было отброшено на 30 лет назад. В войне погибло около 7 миллионов немцев. Более 10 миллионов остались без крыши над головой. Разрушено было каждое пятое строение. Жилых построек осталось незначительное количество. Германия находилась по уши в долгах. Ей предстояло выплатить почти 15 миллиардов долларов репраций. Рост военных расходов привел к постоянному дефициту бюджета, покрываемому новыми займами и печатью ничем не обеспеченных денежных знаков. За 9 лет, с 1935 по 1944, государство увеличило объем денежной массы в 5 раз, что вызвало рост внешнего долга, а население тем временем в качестве платежных средств предпочитало сигареты или носки. После освобождения от авторитарного режима Гитлера, страны-победительницы поделили территорию Германии на зоны оккупации – советская, британская, американская и французская. Советская зона оккупации в итоге стала ГДР. И на десятилетия выпала из капиталистической экономики, а территории, бывшие под управлением западных военных администраций, и стали полигоном для реформ. Однако первые шаги западных оккупационных властей не были реформаторскими. В 1947 году больше половины объема экспорта Германии составляли сырьевые товары, в том числе уголь, кокс, лес, железный лом. Импорт почти полностью состоял из продовольственных товаров. Ничего не напоминает? Назначенные странами-победительницами власти пытались бороться с инфляцией путем запретов на повышение цен, что привело к дефициту товаров. По статистике, на одного немца лишь каждые пять лет выпускалась одна тарелка. Лишь каждый пятый ребенок мог лечь в свою кровать. И только один немец из трех имел возможность лечь в собственный гроб. Немецкие деньги служили растопкой для печи. Население рассчитывалось валютой, сигаретами и кофе. В стране росла безработица, а в народе – недовольство. На улицах Германии господствовал черный рынок, на котором процветал бартер. Для обмена промышленных товаров на продукты питания горожане выезжали в сельскую местность. Перед тем, как перейти к реформам, справедливо было бы отметить факт включения Западной Германии в план Маршала – программу помощи Европе после Второй мировой войны. В 1948 году Западная Германия получила от США в виде помощи почти полтора миллиарда долларов. Общая стоимость от США составила 3,872 тысячных миллиарда долларов. Приток денег обеспечивал будущим реформаторам финансирование для проведения реформ. Целью такой стратегии было экономическое и политическое подчинение Западной Германии влиянию США, что превращало ее в фортпост борьбы с коммунизмом в Европе. Другой немаловажной целью было становление Германии в качестве рынка сбыта. Цена на вывозимый немецкий уголь была занижена почти в два раза по сравнению с рыночной. Цена импортируемой американской пшеницы завышена в полтора. Для понимания того, как Германия выбралась из зыбучих песков кризиса и упадка, нужно рассказать немного о Людвиге Эрхарде – отце германского экономического чуда. Людвиг родился в Баварии 4 февраля 1897 года. В институте он стал учеником известного экономиста – Франца Оппенгеймера, под руководством которого он изучал рыночную экономику. В 1943 году Эрхард возглавил небольшой исследовательский центр, в котором смог уделить время разработке моделей будущих реформ. Эрхард был пропагандистом рыночной модели экономики и выступал с лекциями. Расцвет его карьеры пришелся на время внедрения плана Маршала и реформирования немецкой экономики. Сначала он стал экономическим советником при американской администрации в Баварии, в 1945 году – министром экономики Баварии, а в марте 1948 года – директором управления хозяйства западных зон Германии. Один из сопредседателей Христианской демократической партии – ХДС, будущий канцлер Конрад Адануар, привлек Эрхарда к разработке предвыборной программы. В ее основу были положены принципы рыночной экономики, неприкосновенности частной собственности, но также были сохранены некоторые проявления государственного регулирования. ХДС вместе с ХСС – партией Христианский социальный союз – образовали единую фракцию в парламенте. В августе 1949 года прошли выборы в немецкий парламент. На них с минимальным отрывом в 2% голосов – 31% против – 29,2% у социал-демократов – СДПГ. Победил блок ХДС-ХСС. В сентябре канцлером стал Конрад Адануар. Он назначил Эрхарда министром экономики. Они проработали вместе до 1963 года, когда Аданауар ушел на заслуженный отдых. Для перехода от командной экономики к рынку нужно было провести денежную реформу, отменить избыточное вмешательство и регулирование цен, стимулировать частное предпринимательство. Среди всех реформ денежная была одной из наиболее важных и необходимых. В ночь на 21 июня 1948 года администрация объявила о вводе новой валюты – немецкой марки. В ходе реформы каждый гражданин мог обменять 60 марок по курсу один к одному. Сначала 40, через два месяца – еще 20. Пенсии, заработная плата, квартирная плата пересчитывались по курсу один к одному. Первая половина наличных денег и сбережений, а также все обязательства предприятий обменивались по курсу один к десяти, а вторая временно замораживалась. С последующим обменом по курсу один к двадцати. Предприятия получали средства для выплаты первой заработной платы, но в дальнейшем они должны были работать за счет своей выручки. Эти меры позволили вернуть утраченную ценность денег и резко сократить объем денежной массы. Соотношение между маркой и рейхс-маркой установилось на уровне 6,5 к 100. Был установлен курс марки к доллару – 3,33 марки за доллар. Заслуга Эрхарда заключалась в том, что он, сильно рискуя, перехватил инициативу и дополнил предписания союзной администрации, планировавшей денежную реформу в отрыве от либеризации цен и отмены распределительной системы. Вскресенье 20 июня 1948 года он выступил по радио и отменил с 21 июня контроль за ценами на большинство товаров, снял большинство административных предписаний, дав экономике необходимый глоток свободы. Введя свободные цены, государство сохранило некоторые ограничения. В качестве противовеса был принят закон против произвольного завышения цен. Публиковались каталоги у местных цен. В июне было отменено около 90% предписаний. Остальные сохранились. С целью поддержания конкурентноспособности продукции на время сохранились дотации и твердые цены на значимые факторы производства – уголь, чугун, сталь, удобрения, газ и электроэнергию. Цены на основные продукты питания и квартирную плату также стабильны. Заработная плата первоначально повышалась из бюджетных средств. Но предпринятые для либеризации экономики меры, несмотря на сохранившиеся ограничения, дали мощный толчок для развития экономики. Первые последствия. Последствия реформ Экхарда наиболее живо описали французские экономисты Жак Рюеф и Андре Пьетро. Черный рынок внезапно исчез. Витрины до отказа наполнились товарами, фабричные трубы задымились, а на улицах засновали грузовики. Повсюду мертвая тишина развалин уступила место шуму стройплощадок. Еще за день до этого немцы бесцельно слонялись по городам, чтобы с трудом добыть скудную пищу. На следующий день все думали о том, чтобы производить. Вечером их лица выражали безысходность, а на утро вся нация с надеждой смотрела в будущее. Сначала цены выросли. Индекс стоимости жизни вырос в 1948 году с июня по декабрь с 91% до 104%, если принять уровень 1938 года за 100%. В ответ предприниматели акклиматизировали производство. Высокая прибыль, полученная бизнесом, была инвестирована в промышленность. За период с 1949 по 1951 год инвестиции выросли почти в два раза. Несмотря на то, что левые были по-прежнему недовольны и осенью 1948 года профсоюзы призвали к всеобщей забастовке, Экхард верил, что ситуация стабилизируется. Иначе ведь и быть не могло. Наращивание товарного выпуска привело к стабилизации, а в 1950 году – к снижению цен. Потребитель почувствовал преимущество рынка. Заработная плата стала расти вместе с ростом производительности труда. Значительным фактором роста доходов стал сверхурочный труд, не облагавшийся налогами. Не менее важным фактором для немецкой экономики стал подъем автомобильной промышленности. Немцы старались сделать автомобили максимально доступными, не гонясь за идеальным качеством. Это позволило немецким автомобилям выйти на мировой рынок и конкурировать с гигантами того времени. За четыре года, с 1949 по 1953, производство автомобилей выросло почти в семь раз. Это уже в 1950 году. Возродившийся завод «Фольцваген» стал производить всемирно известные жуки, способные выдержать жесткую конкуренцию на международных рынках. Как автомобили «Форда» в США, «Вольцваген Битл» стал всенародным и доступным в Германии. В условиях господства в стране социалистической идеологии, серьезной либеризации в этой области едва ли можно было достичь. Дыры в бюджете и постоянные выступления левых вынуждали Экхарда в 1948 году ввести прогрессивную ставку налогообложения для подоходного налога. Те, кто зарабатывал меньше 2400 марок в год, уплачивали 18-процентный налог. Для самых богатых, свыше 250 тысяч марок в год, была введена ставка в 95%. Те же, кто находились между этими двумя группами, уплачивали 50% от получаемого дохода. Для стимулирования экспорта предоставились налоговые льготы, а под крупные контракты – финансирование. Правительство и Центральный банк управляли рынком, используя механизмы процентной ставки и банковских резервов. За период с 1950 по 1954 год ставка учетного процента была снижена в два раза – с 6% до 3%, что сделало денежные средства доступными. Строительство жилья Обилие беженцев и разрушенные города вынудили немцев приступить к активному строительству новых зданий. Основной приоритет отдавался строительству бесплатного социального жилья, предназначенного для малоимущих семей. У программы были следующие источники финансирования. Первый – перечисление банками до 90% платежей по старым, ранее выданным ипотечным кредитам в Госфонд жилищного строительства. Второй – трехпроцентный налог на стоимость земельных участков, собственникой которых не предоставляли землю под строительство. Третий – доходы от реализации товаров по плану Маршалла, перечисляемые в Государственный орган жилищного кредитования КФВ, который кредитовал застройщиков. Четвертый – кредиты банков, обязанных выдавать не менее половины объема суд на финансирование строительства по ставке не выше 4,5%. И, наконец, было использовано привлечение средств населения. Для повышения уровня благосостояния малообеспеченных немцев стимулировалось их переселение в дома с приусадебными участками. Субсидирование, в зависимости от количества детей, составляло до 30% от всех расходов на покупку жилья. Выделялись беспроцентные кредиты. Решающее значение в развитии промышленности ФРГ сыграл научно-технический прогресс и создание новейшей технологии. В течение 60-х годов общие расходы на науку и конструкторские разработки выросли в 5 раз, чему в немалой степени способствовали иностранные инвестиции, в первую очередь из США и Великобритании. Для предотвращения утечки мозгов были приняты меры по повышению оплаты труда ученых. В результате внедрения достижений научно-технического прогресса за 60-е годы производительность труда возросла на 60%. Итоги реформ. В период с 1950 по 1957 год объем инвестиций в немецкую экономику увеличился на 81%, больше, чем в Англии и Франции. Темпы роста экономики Германии были самыми высокими среди капиталистических стран, а уровень инфляции был одним из самых низких в Европе. Доходы населения за 6 лет с 1950 по 1956 год выросли в два раза. Принятый в 1957 году закон о пенсионной реформе повысил пенсию рабочих на 65%, а услужащих на 72%. Благодаря реформам Германия по объему строительства жилья на душу населения вышла на первое место. С 1953 года строилось около 500 тысяч квартир в год. Для сравнения, в 1929 году 197 тысяч. Ввиду некоторой схожести между немецким экономическим чудом и реформами в России, необходимо отметить несколько важных причин, которые позволили Германии вновь стать одним из экономических лидеров Европы. Важнейшим фактором, который отличал реформы в послевоенной Германии от гайдаровских реформ в России, была последовательность поведения, измерений и согласованность действий реформаторов и политиков. Благодаря совместным действиям Эрхарда и министра финансов Фрица Шеффера, а также благодаря поддержке канцлера Германии Андренауэра, немецкая марка стала одной из самых твердых валют в Европе. Конрад Аденауэр также помогал продвижению законов, которые были необходимы для полноценного функционирования рыночной экономики и защищал проводимые реформы как перед населением Германии, так и в парламенте. Гибкая социальная политика, возможно, замедлила реформы, но позволила избежать социального взрыва и катастрофического снижения уровня жизни бедных слоев населения, чем неизбежно бы воспользовались левые для прихода к власти. В России же первичное снижение уровня жизни, которого не избежать при проведении либеральных реформ, решили компенсировать раздачей денег различным группам населения. Источником раздаваемых денег был запущенный печатный станок. Увеличение ничем не обеспеченной массы денег привело к их обесцениванию. Инфляция достигла чудовищных размеров. Такой расклад, обусловленный противоречивыми действиями правительства и Центрального банка, вызвал недовольство населения и непринятие проводимых реформ и их авторов. Кроме того, в отличие от Германии, в России не было института частной собственности, а приватизация предприятий промышленности была начата только в 1992 году. Да и ее методы до сих пор вызывают сомнения. Соответственно, не было никаких условий для взрывного роста промышленности, который во многом стал результатом немецких реформ и причиной их успеха. Недовольство страны проводимыми реформами испугало политиков, и руководство страны предпочло пожертвовать правительством реформаторов, которые навсегда стали ассоциироваться у большинства населения с лихими 90-ми и развалом страны. Тем не менее, проведенные в России реформы привели к положительным результатам, и экономика страны постепенно восстановилась. К началу 2000-х годов уровень жизни населения стал неуклонно расти. К сожалению, результаты реформ всегда обладают отложенным эффектом, что позволяет приписать заслугу реформаторов тем, кто приходит к власти вслед за ними. Таким образом, относительно благополучный период нулевых годов 21 века, который был невозможен без проведенных в 90-е годы реформ, в сознании людей тесно связан с правлением следующего президента. А роль проведенных реформ и личностей реформаторов для новейшей истории России нуждается в переоценке. Ну что ж, будет очень интересно узнать ваше мнение, а на это у меня все. Всем большое спасибо за внимание. Буду очень вам благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч!